День первый был посвящен техническим, медицинским и экономическим аспектом внедрения малоинвазивной диагностики и хирургию в лечебный процесс ветеринарных клиник мелких домашних животных «Собака и кошек». Первая лекция была посвящена именно аспектам внедрения медицинским. Читал её Александр Владимирович Чернов, руководитель ветеринарной эндоскопической школы. Мы изучаем основы ветеринарной эндоскопии, и мы понимаем, для чего она нужна в ветеринарной клинике мелких домашних животных. Вникаем в особенности маркетинга этого метода, как его развивать в ветеринарной клинике и чем приходится работать. И самое главное, для чего. Следующая лекция была посвящена уже непосредственно аппаратной части, инструментальной части, эндоскопам, типам эндоскопов, оборудованию, которое мы используем в эндоскопической стойке. Мы организуем онлайн-трансляции из операционных, которые показывают, насколько эффективна ветеринарная эндоскопия и эндохирургия у домашних животных. Мы организуем онлайн-трансляции из других городов с представлением так называемых «Истории успеха внедрения ветеринарной эндоскопии». Большое спасибо доктору Кидалашевой Татьяне Юрьевне из замечательного города Магадана, которая поделилась с нами своим опытом внедрения. Это было очень эмоциональное, захватывающее выступление. Действительно очень интересно, потому что клиника одного доктора – это распространенная в ветеринарии история. И внедрение эндоскопии именно в такой формат – ну, это непростая задача. И вторая лекция была от доктора Тимура Гиевича Келосония. Сеть ветеринарных центров в «Ебеде» он руководит хирургическим отделением этой ветеринарной сети. Он рассказал о своем пути, рассказал о сложностях, о том, что есть внутренний и внешний клиент для эндоскопии в клинике, как нужно продавать эндоскопию внутреннему клиенту, как нужно продавать эндоскопию внешнему клиенту. День второй. Начался он с разбора аппаратной части в замечательном нашем шоуруме ОРВАНе. Рассказали о аппаратах, которые используются в эндоскопической стойке, и рассказали коллегам о самой концепции ОР1, и продемонстрировали, как все это работает. Этот день направлен на то, чтобы дать понимание, для чего вы покупаете оборудование, и как долго оно будет вам служить. Очень интересный блок был посвящен хирургическим энергиям, поскольку в нашей отрасли хирургической энергии, в эндоскопической хирургии играет очень большую роль. Доктор Чернов продемонстрировал это на нашем оборудовании, на примере электрохирургического блока компании Carl Storff. Был очень интересный блок, который посвящен тому, как быстро и с гарантией убить эндоскоп. Это мы так шутку называем. Перед началом, перед соединением спиртом протереть, палочкой спиртовой протереть обе эти поверхности, чтобы они были чистыми. Вот в этом случае у вас никогда вот этой неприятности, о которой я сейчас только что сказал, когда здесь грязь попала и начинается подгорание, не произойдет. Потому что вопрос, который касается чистки, обработки и дезинфекции нашего инструмента, это очень важный момент, который позволяет проглить жизнь эндоскопом, дорогостоящему оборудованию в клинике. И в конце мы немножко занялись виртуальной хирургией, виртуально прооперировали несколько пациентов, рассмотрели несколько клинических случаев, выбирали оборудование, которое бы пригодилось нам при этих клинических случаях и заработали виртуально денег. Двухдневный модуль программы эндоскопии в гастроэнтерологии. Первый день проводится в учебном центре Карл Шторц. На этом дне мы изучаем методические основы проведения процедуры, особенности использования оборудования для исследования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, прямой и толстой кишки. Мы работаем с тренажёрами и сдаём определённые тесты. Используем разные тренажёры. Специальный силиконовый тренажёр, предназначенный, имитирующий пищевод и желудок у мелких домашних животных. В этом комплексе мы будем изучать и строение слизистой, и складчатость слизистой. Будем проводить разные манёвры в желудке. Тренажёр, позволяющий нам отрабатывать различные манёвры в желудке, мы используем с медициной человека. Этот тренажёр оснащён специальными маркёрами, которые требуется найти при выполнении разных манёвров. Мы изучаем устройства, приборов, которыми мы проводим процедуру эндоскопического исследования пищеварительного тракта. Это эндоскоп, который в подавляющем большинстве случаев применяется при проведении эзофагогастрогаудоноскопии. Также для исследования толстой и прямой кишки. Эндоскоп из линейки Silver Line. У этого эндоскопа достаточно удобная рукоятка с механизмом управления дистальной частью прибора. На тренингах мы изучаем очень важные основы проведения самой манипуляции и управления прибором, которые мы используем для проведения этих процедур. На своей класть лейси поворачай, посмотрели дно. Хорошо. Дальше опять вперёд. И вот сейчас разгибай, если хочешь, поверни. Я вслепую. Когда я найду, скажи. В течение первого дня мы изучаем много методических основ правильной интерпретации увиденных изменений внутри изучаемых областей пищевода, желудка, демосиперстной кишки. Это рисунок, который отражает разницу между гиперемией, геморрагией, эрозией и острой и хронической язвой. Все они имеют разную форму, которую мы должны эндоскопически уметь отличать. Второй день тренинга по эндоскопии в гастроэнтерологии. Мы находимся в ветеринарной клинике, в которой мы проводим уже прикладные обучения, связанные с подготовкой оборудования к процедурам, его очисткой, дезинфекцией. Мы моем и готовим прибор для того, чтобы выполнять эндоскопическое исследование пищевода, желудка, демосиперстной кишки, толстый и прямой кишок. Мы изучаем уже на практике прикладные вопросы проведения этих процедур на биологических препаратах. Сами работаем руками, помогаем выполнять непосредственно нашим стажерам все процедуры, которые мы должны изучить. Обязательно тестирование, обязательно проверка всех знаний в конце рабочего дня. У многих докторов существует мнение о том, что все производители оборудования заинтересованы в том, чтобы их эндоскопы как можно чаще ломались. Но это на самом деле не так, поэтому мы уделяем очень большое внимание на наших обучающих модулях к вопросам грамотной чистки, ухода и обработки и за жесткими, и за гибкими эндоскопами. Мы показываем, каким образом грамотно разбирать приборы, каким образом их грамотно собирать. Немногие знают о том, что в гибком эндоскопе существуют элементы, за которыми нужно ухаживать время от времени. Их нужно смазывать силиконовым маслом. Мы показываем эти потаенные места. Второй день нашего модуля по эндоскопии в гастроэнтерологии во многом посвящен тому, как сделать так, чтобы гастроскоп в руках доктора прожил долгую и счастливую жизнь. Другдневный тренинг по эндоскопии дыхательных путей, мы его называем ЛОР-эндоскопия. В первый день мы изучаем методические азы проведения эндоскопии носа, ларингоскопии, эндоскопии трахеи бронхов. Уделяем внимание так называемому бронхо-альвеолярному лаважу. Много и плотно работаем с оборудованием для проведения эндоскопии носовых ходов, носоглотки, гортани, трахеи бронхов. Много работаем с тренажерами, которые мы создали специально для того, чтобы обучать азам эндоскопии носа у кошки, трахеи бронхоскопии на силиконовой модели. И все это в условиях так называемого dry lab. Второй день эндоскопии дыхательных путей проводится в ветеринарной клинике при РУДН. Здесь мы работаем с клиническими случаями, обсуждаем их. Стажеры участвуют в проведении выполнения реальных процедур. После этого мы заполняем протоколы эндоскопического исследования, обсуждаем рекомендации, которые требуются этим пациентам. Во второй половине дня мы работаем с биопрепаратами. Каждый стажер своими руками проводит те исследования, которые нам нужно изучить. И тем самым у докторов появляется так называемая тактильная память проведения процедур. На модуле по основам эндоврологии мы оперируем добермана, женскую особь, у которой есть проблемы с недержанием мочи. У собаки диагностирована гормоноассоциированная недостаточность сфинктерного механизма мочевого пузыря. Мы будем выполнять методику, патентованную нами же. Методика основана на подслизистом введении препаратов в нужном месте. И при этом у нас будет присутствовать доктор, который по результатам обучения и участия в операции получит лицензионное соглашение на бессрочное использование этого метода. Убираем. Оставляем. Меняем иголочку. Дойду пока. Давай. Вообще, если можешь, сейчас сама работай с этой давилкой. То есть возьми в левую руку скоб. Вот как удобно держать скоб. А в правую руку давилку. И иглой сама управляй. Да, вот сейчас. Давай попробуем. Сейчас подулучим. Давай потихонечку иди. Стоп. Давай еще. Очень хорошо игла стоит. Не торопись только. Он давит, давит. Хорошо. Видишь, просвет закрывает. То есть мы прошли от места соединения уретры с мочевым пузырем и дошли вот так циркулярно почти до середины уретры. Чуть-чуть меняем угол атаки. Молодец. Стоп. Но в целом все хорошо. Закончили. Первый день двухдневного тренинга. По основам лапароскопии и лапароскопической стерилизации женских усыбек. Мы проводим его в учебном центре Карл Шторц. Обсуждаем методики проведения операций, оборудования. Демонстрируем все на тренажерах и отрабатываем виртуальные операции. Мы изучаем, как забирается биопсия органов брюшной полости. Изучаем, как выполняются операции на органах брюшной полости. Основной упор в этих днях делается на операции на яичках и яичниках. Второй день тренинга по основам лапароскопии и лапароскопической кастрации женских особей мы проводим в ветеринарной клинике при Российском университете дружбы народа. В этот день мы будем заниматься уже прикладными вопросами лапароскопии. Будем работать с реальными пациентами. Стажеры будут принимать активное участие в выполнении этих операций. И мы будем очень много времени проводить на работе с биопрепаратами. Включаем свет и делаем баланс белого-черного. Для чего это надо? Чтобы прибор чувствовал цвета. Вот он вошел, игла вериша. Поднимаем брюшную стенку, обязательно захватываем ее вместе с мышцами. Поднимаем кверху. Все, мы там, мы в животике. Ребят, газик включаем. Давление 10-1,5. И вводим первый тракар. Но мы знаем, что мочевой здесь, селевенка здесь. Поэтому мне нужно вот куда-то сюда идти. Здесь опасаемся сращений. Очень аккуратно. Пошел газ, это значит, я вошел. Убираю стилет и продвигаю дальше. Вот, ребят, что мы делаем? Значит, смотрите, вот наша игла вериша. Она, в принципе, уже не нужна. Вот пусть она так лежит. Мы ее не достояли. Мы ее не достояли в данном случае, да. Я вот смотрю, вот смотрите, желчный пузырь туда, такой прилегает вот в этой зоне. И мне, скорее всего, сюда придется тракар вставить. Все тракары мы вводим под контролем зрения, в безопасную зону. То есть, чтобы мы не ткнулись никуда. Палец у меня все время как контур, такой, контур-ход стоит. Не забываем, все закрываем. Итак, все отлично. Стоит тракар неплохо. Достаточно туго. Первый день тренинга по основам ортографскопии у собак мы проводим в учебном центре Карл Шторц. Мы уделяем внимание всем основам, методическим проведения этих процедур. Работаем приборами, инструментарием на тренажерах. Изучаем азы прикладного применения ортроскопии у собак в режиме Dry Lab. Второй день тренинга базового курса ортроскопии крупных суставов у собак, а именно плечевого, локтевого, коленного суставов, мы проводим в ветеринарной клинике при Российском университете Дружбы народов. Мы очень активно используем те навыки и знания, которые были получены на методике тренажерном дне. Выполняем ортроскопии всех суставов у собак на биопрепаратах. Выполняем все задания. И по таблице успеваемости мы проверяем, собственно, все знания, которые есть. По завершении двухдневного курса мы выдаем сертификат. Привет, меня зовут Александр. Я ветеринарный хирург, работаю в городе Москва, клиника ИВС. Специализация моя – это ортопедия и травматология. Я искал долго, кто обучает ортроскопии. Почему ортроскопия? Ну, потому что это моя специализация. Запускал опросы в Инстаграме, и коллективно все ответили мне, что это Александр Владимирович Чернов. Пришел я на мастер-класс. Мы провели два очень крутых, насыщенных дня. На самом деле, немногие преподаватели могут настолько разжевать и положить, скажем так, в рот всю информацию, да, все знания. Очень много нюансов в ортроскопии, но настолько понятная настала. Очень понятна ортроскопическая анатомия, доступы, какие-то нюансы, фишки. Помимо того, что мы отработали это все на тренажерах, мы целый день отзанимались на кадаврах. Прошли аттестацию, ну и, соответственно, базу для того, чтобы начинать работать с ортроскопией, полноценно получили. Всем рекомендую. Меня зовут Лукомский Андрей. Я ординатор Витянов-Инкин-Доверт уже как второй год. Я устроился на один год, взял ординатуру, мне понравилось. Я вот на второй год остался, чтобы лучше изучить, потому что эндоскопия, она безгранична, и можно учиться вечно. Началось все с того, что я попал на базовый курс эндоскопии, дыхательных путей. После прохождения, мне очень хотелось этим заниматься, я написал Александру Владимировичу, что хочу у него постажироваться. Он сказал, что минимум один год приезжаю вообще без проблем. Собственно, с этого и началась вся ординатура Витянов-Инкин-Доверт. И с каждым годом к нам в клинику поступает все больше и больше предложений с желанием пройти ординатуру. Ничего в этом сложного нет, но если вы хотите, если у вас есть время, приезжайте в Курган, и там просто рутинно, находясь в этой атмосфере, вы проходите, изучаете все эндоскопические методы, потому что эндовет занимается всеми эндоскопическими операциями, которые вообще существуют. Вне зависимости от того, что вас интересует, вы сможете найти в этом себя и поднять свой профессиональный уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова